Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня давайте проанализируем ценовой график XRP. Текущая цена 78 центов и 60 сотых. Хорошо знакомый нам график, это месячный таймфрейм. Давайте напомним, что в начале 2021 года или прошлого года был сильный рост. Затем наступила коррекция. Здесь в мае нарисовалась мощная медвежья свеча. После мощной бычьей свечи, которая практически имеет локальный максимум ниже предыдущей. Мы это обсуждали, после этого началось давление. Здесь нарисовался классический молот, отскок, консолидация. И потом в ноябре снова началось медвежье давление. Сейчас что хочу показать на месячном таймфрейме. То есть, после вот этой консолидации в ноябре, когда начали рисоваться медвежьи свечи, они имели упускающиеся максимумы. То, тоже они имели упускающиеся минимумы. То есть, это был медвежьим сигналом. Но, по сути, мы наблюдали это и мы это обсуждали. Однако, в прошлом месяце это закончилось. Нарисовалась бычья свеча, которая имеет вершину или максимум чуть выше предыдущего или на этом уровне. И локальный минимум чуть выше предыдущего или на этом уровне. И это говорит о том, что здесь появилась поддержка. То есть, здесь есть поддержка. Мы сейчас, переходя к недельному таймфрейму, вспомним, почему практически есть эта поддержка. Но я просто хочу показать, что после этого снижения здесь появилась поддержка. На самом деле, я хочу напомнить, что этот молот практически он примерно на этом же уровне. То есть, можно сказать, что вот все это здесь, это в пределах предыдущей впадины. То есть, здесь есть поддержка. Итак, является ли это бычьим сигналом? Нет. Я просто хочу показать, что медвежье давление закончилось на первый взгляд и появляется некий потенциальный такой рейндж или движение вбок или поддержка. Сейчас переходим к недельному таймфрейму. Итак, недельный таймфрейм. Давайте напомню, мы всегда и в 2020, и в 2021 годах обсуждали вот эту перевернутую голову и плечи. Вот она голова, вот оно практически левое плечо, вот оно правое плечо. И, конечно, это линия шеи или это перевернутая голова и плечи. Классическая разворотная формация техническая, которая нарисовалась во время медвежьего рынка в 2019, 2020 годах и так далее. После этого в прошлом году, в 2021, когда произошел сильный рост, график перешагнул линию шеи, после этого скорректировался. На отскоке он здесь не смог практически подтянуть график вверх. Мы это обсуждали. Не смог график перешагнуть вот эту предыдущую вершину и сейчас в очередной раз тестирует линию шеи. Друзья, вот получается, что сейчас вот этот маленький отскок, который наблюдается, он именно от этого уровня, от линии шеи. То, что мы обсуждали на месячном таймфрейме, что здесь молод, что здесь есть некие свечи, которые не обновляют свои максимумы и минимумы вниз, а наоборот идут вбок. Это говорит, что график начинает получать поддержку. Еще раз это поддержка на уровне вот этой линии шеи. Как и ранее, хочу напомнить, если, давайте я возьму этот маркер здесь, если цена перешагнет эту поддержку и пойдет вниз, то есть в этом направлении, то она вернется обратно в медвежью территорию и, соответственно, вот этот прорыв, который произошел, он окажется, что не сработает. И наоборот, если отсюда потихонечку график начнет идти вверх, это будет снова увеличивать вероятность того, что эта классическая формация разворотная, а именно перевернутая голова и печи сработает. Другой вопрос, что для трейдеров, как и здесь и ранее, когда был прорыв, я говорю, что чисто согласно учебнику необходимо, чтобы после прорыва произошло тестирование и если потом на отскоке график перешагнет вот эту зону, вот эту вершину, вот тогда трейдеры, здесь и консервативные трейдеры и инвесторы в этой зоне начинают заходить, потому что это говорит о том, что да, поддержка сработала, фигура сработала и мы обновляем вот этот максимум. На данный момент, однако, такого нет, так что мы на неком перепуте, видно, что сейчас идет маленький отскок, давайте я сейчас его отмечу, просто в прошлый раз мы были вот здесь, не было вот этого отскока, в прошлый раз, когда мы обсуждали график, так что сейчас все понятно. Итак, это на недельном таймфрейме, есть отскок, но пока еще нет надежного сигнала, дневной таймфрейм. Здесь у меня три скользящие средние, однако я последний раз обсуждал здесь золото, фондовый рынок США, давайте настроить скользящие средние, чтобы они подошли нашему криптовалютному анализу, то есть здесь три скользящие средние. Давайте начнемся шаг за шагом. Первая, 30-дневная и месячная. Месячная скользящая средняя. С середины ноября, как и на графиках многих криптовалют, график упал ниже синей линии, ниже месячной скользящей средней. В конце декабря была попытка прорыва, неуспешный график вернулся вниз. В начале февраля, как и на графике многих криптовалют, вот от этой впадины или, соответственно, от линии ищей, то, что мы обсуждали, произошел очередной отскок. График сейчас колеблется все время на этой линии, на 30-дневной скользящей средней. Что это говорит нам? Ну, что практически медвежье давление уменьшается, но говорить о бычьем сигнале так же рано, потому что мы просто на этой скользящей средней. Если мы будем двигаться выше этой скользящей средней, чем дольше сохраняется цена выше 30-дневной скользящей средней, тем больше будет увеличиваться вероятность того, что начинается рост. На данный момент мы просто консолидируемся. Если добавим 90-дневную скользящую среднюю или, соответственно, квартальную или трехмесячную, видно, что на данный момент график практически консолидируется и на этой скользящей средней. То есть две скользящие средние здесь. То есть и в краткосрочной и в среднесрочной перспективе, согласно дневному таймфрейму, идет консолидация. Пока еще некая неопределенность. Я не могу сказать, что это бычий сигнал. Я тоже хочу сказать, что это не является медвежьим сигналом, потому что мы на этих скользящих средней. Рынок консолидируется. Мы не находимся ниже этих практически линий. Так что это консолидация или, точнее, график находится на перепуте. Годовая скользящая средняя 360-дневная. На самом деле мы находимся ниже этой линии. И, как и на всех других графиках, я хочу сказать, что мне бы хотелось увидеть цену выше всех трех скользящих средней. Плюс, чтобы синяя линия была сверху, потом фиолетовая, потом зеленая. То есть 30-дневная, квартальная, годовая. Вот тогда, если, конечно, цена выше, вот тогда практически закрепится бычий сигнал на покупку. На данный момент мы просто в некой волатильности. Тут можно гадать, что будут некие падения, отскоки, волатильность. Идет некая консолидация. Это опасно. Имейте в виду, каждый уже сам для себя решает. На самом деле график ниже зеленой линии. Я хочу напомнить, что с начала практически бычьего рынка, то есть может быть это, как и на других графиках, с середины 2020 года, цена в основном всегда находилась выше зеленой линии. Иногда были тестирования. Мы сейчас впервые ниже зеленой линии, ниже годовой скользящей средней. Поэтому может быть наиболее вероятный сценарий на данный момент некая консолидация. Итак, это на дневном таймфрейме. Переходим сейчас к четырехчасовому таймфрейму. Четырехчасовой таймфрейм. Вы знаете, я хочу одну вещь напомнить, очень важную. Тот треугольник нисходящий, который мы обсуждали, он остается. Вот он, этот треугольник. Соответственно, нижняя граница треугольника поддержка, верхняя граница это сопротивление. Мы находимся на сопротивлении сейчас. Значит, здесь была первая волна, вторая, третья, четвертая. По учебникам на пятой волне, если выйдет график, это самый хороший выход, самый надежный. Будем ждать. Посмотрим, как это сработает. Как не всегда, я хочу отметить. Никогда не поздно подключиться к надежному движению. Если отсюда будет выход, мы это увидим. Ага, график выйдет за пределы треугольника. Если после этого будет некая коррекция, которая нарисует впадину выше предыдущей, и отсюда будет отскок, который нарисует вершину выше предыдущей, вот тогда уже будет увеличиваться вероятность того, что начинается зигзаг вверх. И вот здесь где-то желательно уже искать точку входа, потому что здесь начнет нарисоваться восходящий канал, который потихонечку будет нам показывать, что график выходит за пределы этого треугольника, соответственно. Нечто вот такое. И, соответственно, здесь будут практически, вот он на самом деле треугольник здесь. Первая волна, вторая, третья, четвертая, пятая, если это сработает. Так что пока еще времени есть, мы видим, что если вернемся к четырехчасовому таймфрейму, мы пока находимся в этом треугольнике, так что пока еще опасно, на мой взгляд, заходить в рынок, отталкиваясь от этого треугольника. Конечно, уже каждый сам для себя решает, если перейти на часовому таймфрейму, вот как выглядит ситуация. Вот он, потенциальный маленький восходящий тренд, то есть канал, здесь впадина, здесь, если это будет впадиной, то будет второй, здесь, если это сказать, является началом, это вершинка. Но будем следить за ситуацией, есть предпосылки к тому, что отсюда может произойти отскок от этого треугольника, выход, чтобы произошел и возобновил рост, который потихонечку будет переноситься и на тяжелые таймфреймы. Но это чисто теоретически, потому что представьте себе, что верхняя граница от треугольника сработает в качестве сопротивления, и график вернется вниз. Так что на данный момент, я бы сказал, мы на перепути, есть очень много интересных моментов, за которыми желательно следить, уже каждый для себя сам решает. Это было лишь мое видение по графику XRP. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все, спасибо за ваши просмотры, поделитесь вашим взглядом по графику XRP в качестве комментариев ниже этого видео. Безусловно, я вам всем желаю отличного дня, хороших выходных, удачи на финансовых рынках и до следующего обзора. Спасибо за просмотры. Спасибо.